Во имя Отца и Сына и Святой Годуха. Аминь. Письмо Святого Иоанна Златоустого к молодой вдове. Продолжение. Когда я вспомнил об этой войне, то мне представился великий ряд кусов, которые прежде весьма блистали знаменитостью своих мужей, а теперь вдруг, облегшись печальную и черную одежду, проводят все время в слезах. С ними не то было, что с твоей почтенной главой. Ты, почтеннейшая, видела своего прекрасного мужа, лежащего на одре, слышала последние слова его, получила от него наставление, как вести домашние дела, и узнала о завещании, которым он совершенно оградил тебя от людей крестолюбивых и коварных. Кроме того, ты часто припадала к нему, когда он лежал уже мертвым, целовала глаза его, обнимала и оплакивала его, видела, с какой честью он был провожаем, сама приготовила все нужное для приличного его погребения, и доселе, получаясь немалое утешение скорби, часто посещая могилу его. А те были лишены всего этого. Они все, отправив своих мужей на войну в надежде их возвращения, вместо мужей получили печальную весть об их смерти. Пришедшие к ним не тело убитых мужей принесли им, но только рассказы об образе их смерти. А есть такие, которые не удостоились и такого повествования, и не могли узнать, как пали мужья их, которые были завалены множеством убитых. И удивительно ли, что так погибли многие из военачальников, когда и сам царь, скрывшись немногими воинами в одном селении, не решился выйти из него и противостать нападающим, но оставаясь там, был подожженными и сгорел со всеми бывшими там, не только людьми, но и лошадьми, оружием, стенами. Так что все это обратилось в пепел. Такую весть о царе, вместо него самого принесли жене его, отправившиеся с ним на сражение. Подлинно. Мирской блеск нисколько не отличается от представлений на зрелище, от красоты весенних цветов. И, во-первых, он исчезает прежде самого появления, потом, если, когда остается на малое время, тотчас оказывается тленным. Что ничтожнее чести и славы народной? Какой она приносит плод, какую пользу? Какому приводит она благому концу? И, ой, если бы при ней было только это горе, а теперь преданный этой жесточайшей госпоже страсти к славе, не только не приобретает ничего хорошего, но еще принужден бывает постоянно терпеть много неприятного и вредного. Она господствует на теми, которые предаются ей. И чем больше получает угождение от этих рабов, тем больше надмивается над ними, и тем тягчайшими изнуряет их повелениями. А тем, которые отвергают и презирают ее, она не может мстить. Таким образом, она свирепее тираной всякого зверя, потому что от ласкового обращения часто делаются кроткими и тираной зверей. А эта страсть тогда особенно и свирепствует, когда ей больше повинуются, и если найдет кого послушным себе и готовым на все, то не откажется ни от каких приказаний ему. Она имеет в свою сотрудницу еще и другую страсть, которую безошибочно можно назвать ее дочерью. Когда сама она, быв воспитана и возвращена, уже крепко укоренится в нас, тогда поражает гордость, которая не меньше ее самой может низвернуть пропасть душу предавшихся ей. Итак, скажи мне, неужели ты плачешь о том, что Бог избавил тебя от столь жестокого рабства, что совершенно заградил доступ к тебе этим губительным недугам? При жизни твоего мужа они не переставали часто вторгаться в твои душевные помыслы, а когда он умер, то уже не могут с какой-либо стороны напасть на ум твой. Затем тебе остается не плакать об их удалении, не допускать несносного их владычества, потому что где они станут действовать сильно, там все не спровергают и разрушают до основания. И как многие из распутных женщин безобразны, отвратительны от природы, потираниями и прекрасами обольщают еще неопытные души юношей, и когда подчиняют их свои власти, обращаются с ними хуже, чем со всяким невольником, так и эти страсти, тщеславие гордость, оскверняют человеческие души хуже всякой язвы. Поэтому и богатство многим казалось благом, а без этих страстей и оно не будет привлекательно. Те, которые успели приобрести славу в народе бедностью, не только уже не старались богатеть, но отвергали золото, предлагаемое им в большом количестве. Ты не нуждаешься, чтобы и указывал тебе на таких людей, но сама лучше нас знаешь. Иппоминода, Сократа, Аристида, Диогена, Кратиса, который отдал свое поле на пастбище для овец. Другие, у которых не было богатства, видя, что бедность может доставить им славу, тотчас обратились к ней. А этот Кратис бросил и то, что имел. С таким мистовством все старались приобрести этого свирепого зверя славу. Продолжение следует.